Ну, слышал, конечно, что такое Российская Федерация и тому подобное. Мнение разных авторов на эту тему. Страна такая есть, Российская Федерация, как Украина, как Белоруссия и так далее. Но это все о ложке. Это не страна, это государство. Государство – это коммерческая структура. – Ну, смотрите, от того, как мы назовем, скажем так, корабль, особо ничего не изменится. Плыть-то все равно нам на этом корабле, правильно? – Ну, да. И для того, чтобы жить-то нам на своей земле, а не плыть на своем корабле, я бы так бы сказал. Потому что мы все являемся негиспособными. И когда мы используем для написания вот те юридические знания, при помощи которых вы там пишете документы, составляете в полицию, они вообще ничтожны, потому что они даже не рассматриваются, потому что они… – Я понял, Дмитрий, я понял. Вы смотрели все мои ролики или нет? – Нет, не все. Я посмотрел два, только один из них вот с холодильником. – Угу. Я вам советую посмотреть ролик. Специально выпустил аналогичный у меня разговор был, вот как я сейчас с вами веду, с другим человеком. Вот там все ответы, которые вот вы хотите мне задать, либо вот чтобы мне 10 раз не повторяться, там все абсолютно, я все рассказал и раскрыл. Точно так же человек с такими же взглядами мне позвонил, начал меня там в чем-то убеждать, там то-то, то-то. Там разговор в районе часа, даже чуть-чуть больше. Послушайте, пожалуйста, если у вас после этого ролика возникнут ко мне вопросы, я готов буду обсудить. Потому что сейчас у меня есть такое ощущение, что мы будем опять говорить об одном и том же, о чем я говорил в этом ролике. – Ага, ага. А вы придерживаетесь вот той системы, как бы старой, да? – Я никакой системы не придерживаюсь, поэтому давайте сделаем проще. Вы посмотрите ролик, там ответ на тот вопрос, чего я придерживаюсь и так далее. – Сейчас. – Да-да, я вам посмотрю, если у меня возникнет, тогда я вам придерживаю. – Да, вот если вы после того, как посмотрите этот видеоролик и захотите что-то обсудить, с удовольствием обсудим. Ну, прежде чем, как бы, говорить об этом, чтобы нам много времени не тратить, чтобы мне вам свою позицию не доводить, вы бы, как бы, сейчас все это послушали и потом, кажется, мы обсудим. Если у вас вопросы возникнут, я там, как бы, обосную, почему именно так, либо иначе. Ну, я думаю, что в ролике вы все ответы получите. – Все, признательно. – Все, хорошо, сейчас буквально в течение секунды и сброшу. – Да, да. – Ага, до свидания. – Да, отметил. – В общем, я посмотрел, послушал ролик. Он пустой. – Понятно. Ну, вы его весь посмотрели, просто по времени явно вы не весь посмотрели? – Я чуть-чуть досмотрел, потому что там у него нет ничего такого, у него есть только личное мнение, что он что-то может и... Ну, и все. – Понятно. – А, ну, мне не хватило терпения, потому что вот я посмотрел, не помню, сколько там, минут целых пятьдесят, и он пустой. – Я бы хотел начать вот с чего. Вы знаете, что такое постановление правительства 3 декабря 2002 года от номера 2219? – Ну, расскажите. – Он звучит так. – О внесении... – Если у вас есть интернет? – Конечно, есть. – Наберите, ну, дополнительно, наберите, посмотрите. Вот 3 декабря 2022 года, 2219. – О внесении изменений в пункт 3. – Так, третье, 12-е. – Какого года? – 22-го. – 22-го. – А номер у него есть какой-то? – Номер 2219. – 2219. – Это что у нас, постановление? – Постановление правительства Российской Федерации. – Ага. – Так, открыл. – О внесении изменений в пункт 3 правил включения фирменного названия юридического лица официального номинования. – Ага. – Ну, да. – Россия, Российская Федерация или Россия. – Следующее изменение. – В абзац первое слово «учредитель» заменить словами «единоличный исполнительный орган». – Пункт «В» после слова «решение учредителей» дополнить словами «участников акционеров». – Ну, там что-то утратил. – Так, ну, дальше. – В общем, его название – «внесение изменений фирменное название юридического лица официального номинования Российская Федерация» или «Россия». – Ну, дальше. – Ну, фирменное название юридического лица Российская Федерация. – Вас скоробит слово «юридического лица»? – Ну, да. – А как нужно, вот по-вашему, как должно быть по-вашему? Давайте так. – Ну, вы знаете, что такое ОКРН? – Знаю. – Чем отличается обозначение первых стихов? 1, 2, 3. – Вы знаете гражданский кодекс? – Нет. – Плохо. Я вам советую, изучите первую часть гражданского кодекса. Вообще, понятие юридического лица, физического лица, изучите. Любые государственные органы, послушайте мне, любые государственные органы, суд и тому подобное, все это юридические лица. – Это прописано в кодексе, называется гражданский кодекс. – Что вас коробит? – Вам не нравится, что Российская Федерация юридическое лицо? – И что дальше? – Ну, такая структура, так называется. – У нас на этом законодательство строится. – Так если мы взаимодействуем с юридическим лицом, значит, мы должны с юридическим лицом так же и с ними вести беседу. – Так мы так и ведем беседу. Дмитрий, вот послушайте меня. – В стране, в нашей стране, есть понятие, есть законодательство, вот есть основы, фундаменты. Вот как в свое время считали, что земля плоская и на трех китах, вот у нас есть эти киты, понимаете? – И вот этот кит, один из кит, говорит о том, что есть определенное наименование тех субъектов, с которыми мы так или иначе, как вы говорите, взаимодействуем, сталкиваемся, имеем какое-то отношение. Вот есть такое понятие физические и юридические лица. Вот с физическими лицами, по-моему, все очень просто. Да, это граждане, там, неграждане, неважно. Человек, условно говоря, который вступает в гражданско-правовые отношения. Его называют физическое лицо. А есть другие, остальные, скажем так, это организации, там, учреждения, предприятия, органы власти и тому подобное. А вот это все остальное, это называется юридические лица. Они должны быть надлежащим образом оформлены, документальны и зарегистрированы в ОГРН и так далее. Это, блядь, мне хочется ругаться, просто уже достал вот этот дебилизм вас. Пожалуйста, вы, пожалуйста, наберитесь терпения, наберитесь терпения, пожалуйста. Я вас очень прошу, я звоню, чтобы не спорить с вами, а чтобы поддержать вас. Да, да, я слушаю вас. Я, по-моему, высказал свою точку зрения. Я, по-моему, очень понимаю ваше возмущение, что много вокруг, как вы говорите, баранов. Скажите, пожалуйста, у вас есть юридическое образование? У меня образование такое, которым я заткнул за пояс любого адвоката и любого юриста в нашей стране. Достаточно, я ответил? Да, достаточно. И я хочу сказать, что вот есть очень хороший фильм, «Ликбез для рабов» называется. Там 4 серии, если не ошибаюсь. Вы не смотрели его? Это очень хорошо. Убеждающий, что он серый, либо там в крапинку и тому подобное. Даже если будет так написано, у меня есть глаза, понимаете? Вот это я хочу до вас донести. Просто отойдите от этих бумажек, то, что вы тут увидели, какие-то слова. Что-то, может быть, вы не понимаете. Может быть, нужно задуматься. Задуматься о чем? О том, что нет ни одного органа, который начинает на двойку. Да хоть на десятку. Да какая разница, на что начинается? Я вам говорю про одно, вы мне про другое. Я говорю, посмотрите, солнце светит или нет. Какая разница, как это солнце зарегистрировано, на двойку, либо на тройку? Вы очень хорошо и подвешенный язык. Вы очень осуждаете быстро, но тем самым вы не даете высказать мне свое мнение и перебиваете очень сильно, не вникая. Смотрите, Дмитрий, я вас сейчас один раз перебью и все, Дмитрий, я вас не перебиваю. Я даю вам возможность говорить. После того, как вы скажете, скажете, можно говорить мне, буду говорить я, и тогда вы меня не перебиваете. Давайте строить таким образом. Все, я молчу. Я не имею в виду, что вы перебиваете меня во время разговора. Я имею в виду, что я вам говорю одно, а вы мне почему-то, по непонятным причинам, вы даете это совершенно другим образом. Это вот касается постановления, про которое я вам говорил. И вы меня, здесь же и русским, черным пробелом, русским языком написано, что нами управляет ОООшка. Что у нас, я вам говорю, что у нас нет ни одного органа, начинающегося на двойку. У нас все органы, госорганы, которые называются госорганы, они все начинаются на единицу. Это все ОООшки. Вот я к чему. Алло, Владимир. Ну, вы передаете мне слово. Хорошо. Давайте еще раз прокомментирую то, что вы мне сказали. Нами управляют не ОООшки. Нами управляет власть. У нас есть определенная структура. В стране есть три ветви власти. Законодательная, исполнительная и судебная. Живем по определенным правилам. Есть конституция, в которой все это прописано. Я не понимаю, кого, что может смущать. У нас есть органы, исполнительные власти. Естественно, они имеют статус юридического лица. У нас есть законодательные органы, там, Госдума. Естественно, она также имеет статус юридического лица. Все, кто так или иначе объединяется в какую-либо структуру, имеют статус юридического лица. Естественно, как-то это регистрируется. Какими там циферками называются? Как называется? Суть и дело не меняет. Ну, просто не меняет. Это не отменяет Конституцию. Не отменяет диаметр печати в удостоверении у сотрудника полиции. Не отменяет его полномочия. Ну, не отменяет. Ну, можно сказать, что у него там что-то не по ГОСТу. Но от этого он не становится не полицейским. От этого он не теряет своих прав и обязанностей. Попробуйте ударить мента за то, что у него в удостоверении печать не того диаметра. Вас осудят именно, как вы ударили именно полицейского. Именно полицейского, а не простого гражданина. Да, у него не того диаметра печать. Это не имеет никакого значения. Значит, видимо, по какой-то причине технически они не смогли выполнить вот это вот требование поставить крупную печать, там сколько-то, 40 мм или там сколько-то, в его маленькое удостоверение. Я об этом говорю. Вы цепляетесь за такие нюансы, которые не имеют никакого значения. Никакого значения не имеют. Я ответил на вопрос. Ну, кстати, я не понимаю, почему вы отрицаете очевидный факт, что это не имеет значения. Я вообще, вот я у меня, я просто, вы очень грамотный человек, вы очень умный человек. Так, объясните, Дмитрий, объясните, в чем значение имеет. Я готов послушать. Я пытаюсь понять, в чем имеет значение, именно реальное значение. Что нами управляют ОООшки. Все органы, полиция, суды, военные, все это ОООшки. ОООшки. Это плохо или хорошо? Ну, для нас это очень плохо. В чем? Потому что все эти ОООшки зарегистрированы в других государствах и принадлежат частным лицам. Алло? Не, я слушаю, слушаю. Ну, давайте, поскольку у меня интернет под рукой, называйте мне, где мне посмотреть, кто где зарегистрирован. Давайте начнем с Государственной Думы. Где Государственная Дума зарегистрирована? Я этого не смотрел. Я не знаю. Посмотрите. Ну, так я тоже, зачем мне посмотреть? Как говорится, я знаю, что... Я вам сказал, что Российская Федерация это юрлицо, юридическое лицо. Так оно и есть, так вы говорите очевидные вещи, вы мне показываете белый лист и говорите, вот смотрите же Владимир Владимирович, белый лист, ну смотрите вы, вы что слепой не видите, ну лист же белый, ну я смотрю, говорю, ну да лист белый, дальше что, дальше что? Ну я вам объясняю, вот единица, двойка или тройка, тройка это ипэшники, единица это оошники, а на двойку нет ни одной организации. Ну и что дальше, что в этом хотите сказать, вот образно опять про этот белый лист, вот вы мне говорите, Владимир Владимирович, ну вы посмотрите, смотрите, белый лист вот по шкале такой-то, вот смотрите, он же реально белый, ведь по шкале другой он был бы серый, ну он же белый, ну Владимир Владимирович, посмотрите, ну лист же белый, ну лист да белый, дальше что? Вы употребляете алкоголь? Вообще не употребляю. Почему вы меня не слышите и отрекаете? У нас есть определенные структуры. Есть правительство Российской Федерации. ОООшка это организационно-правовая форма. Все управляет нами правительство Российской Федерации. Государственная дума, президент, министерство и тому подобное. Да, у них есть определенная организационно-правовая форма. Ну вот такая у нас в гражданском кодексе форма предусмотрена. Такая. Есть форма учреждений, есть форма общества с ограниченной ответственностью, есть акционерное общество. Различные формы, организационные формы. Различные. Но суть о нем не меняет. Понимаете? Не УОшка нами управляет. Нами управляет президент, Госдума, исполнительные органы. И суд у нас есть. Вот что у нас по Конституции прописано. Ну какие тут все для рабов написано? Да у нас все для рабов написано. Все вот эти законы и правила это для рабов. Понимаете? Если вы до сих пор этого не поняли, то не надо как бы, ну, высылайтесь мне на вот этот вот бред, который вы тут прочитали. Это для вас пишут. Те люди, которые там сидят, чтобы нами управлять, нами руководить и тому подобное. Вы пытаетесь там запятые, ошибки какие-то выискивать и потом им это все показывать. Они смотрят на вас и смеются. Вы себя, на самом деле, не конкретно вы, вы себя очень смешно ведете. Очень смешно ведете. Вы вот эти верхушки где-то что-то прочитали, где-то там в чатах что-то послушали и идете там в суды, там в какие-то другие органы и начинаете там кричать. Даже красиво снять не можете, чтобы звук был, чтобы картинка была, чтобы нормально поставленная речь и тому подобное. Чтобы не опозориться, потому что те ролики, которые я вижу в ютубе, это страшный позор. Вот там кричат, вот судья убежала, удостоверение не предъявила, живого человека судить не может. Да она убежала по другой причине. Потому что психи пришли, опасность за свою безопасность у нее. Просто красиво сделайте, донесите свою точку зрения. Красиво, профессионально. Не умейте сами. Наймите тех людей, сбросьте их деньгами, которые снимут вам красивый ролик. Поставят тексты, я не знаю, там, актера наймите. Донесите свою мысль, а не вот эту бредятину, которую я постоянно слышу. Мне люди звонят и начинают мне рассказывать про живых людей. Одни усираются, что вот живые люди, другие говорят, да живые люди это говно. Вот надо вот так, ты вот так. Какой-то бред постоянно идет. Вот вы мне сейчас хотите что-то объяснить, что-то доказать, что нами управляют ООшки. Другой мне позвольте, нами управляют масоны, там еще кто-то. Глаза откройте, посмотрите, кто нами управляет. У нас в Российской Федерации есть президент. Знаете, как его зовут? Да. Слава Богу. Он у нас ООшка или нет? Я вам не отвечу на этот вопрос. Не ответите? Да это не имеет никакого значения. Эти лица перед нами на экранах показывают, кто нами управляет. И ходят они по улицам, с оружием, с погонами, со звездочками. Видите, кто нами управляет? Я просто не понимаю. Мы ведем разговор просто вот непонятно о чем. Отвлеченный от реальной жизни. Я вам точно так же на самом деле могу сказать. И мог бы сказать, но я не буду это делать, потому что я слышу, что у вас очень сильное убеждение. А когда у человека убеждение, его трудно его переубедить. Наверное, точно так же, как и вам меня сейчас переубедить в том, что... Но я отталкиваюсь не от своего мнения, я отталкиваюсь от тех фактов, которые есть. Я отталкиваюсь исключительно от своего мнения. И вам советую иметь свое мнение. Не мнение из фильма, какого-то там сериала, четырехсерийного. А свое мнение иметь. Уже пора иметь людям свое мнение. А не искать, в какое стадо прибиться, понимаете? Хватит уже этой ерундой заниматься. Включите мозги. Странно. Вроде бы мы идем к одной и той же цели, по которой вы говорите. Хорошо, Дмитрий. Какой цели вы идете? Вот мне просто интересно. Какой цели вы идете? Из чего вы решили, что мы идем к одной цели? Значит, как минимум вы знаете, какой цели иду я. Давайте начнем с того, с какой цели идете вы. За отечество обидно. Отечество в беде. Ну, обида, это совсем другое. Цель-то у вас какая? К чему вы идете? И какими инструментами вы это делаете? Что вы делаете, кроме как бла-бла-бла? Особо ничего не делаю. Сейчас вот в вашем лице пытаюсь найти союзника. Знаете, пытаться и делать, это немножечко разные вещи. Но я делаю это. Вот я за себя могу сказать, что я делаю. Я потому что беру и делаю. Я беру и делаю, как минимум снимаю видеоролики. Доношу какую-то свою точку зрения. Свою. Исключительно свою. Это не чья-то точка зрения. Это моя личная точка зрения. Она может быть ошибочная. Она может быть неправильной. Она со временем может быть корректироваться и так далее. Но я довожу свою точку зрения. И делаю я это исключительно от себя. Понимаете? Да. Я понимаю это. Я хотел бы просто вот вашу информацию добавить немножко другой информации. А вы отрицаете, отрицаете, отрицаете. Я вот вам говорю про фильм «Ликбез для рабов». А вы говорите, я не буду смотреть его. Не, почему я посмотрю, посмотрю. Я сейчас запишу даже. Посмотрю. Если говорить интересный, посмотрю. Там очень хорошо рассказывается о юридическом языке, о юридическом поле, в котором мы находимся. И еще такой вопрос у меня пока пауза. Вот мы говорим, так вот, тот же самый пункт, номер 2219, постановленный правительство Российской Федерации. Если мы возьмем слово «правительство» и посмотрим, то, что было в 19-м году, в 1917-м, там тоже было временное правительство. А если провести параллель? Смотрите, мне, конечно, много лет, но я в 1917-м году не жил, поэтому я не могу ничего вам сказать, что там как было в реальности. Я могу сказать только то, что есть за сегодня. Здесь и сейчас то, что вижу своими глазами. И проводить какие-то параллели, ну, понятно, история по спирали развивается, это понятно все. Но давайте уже не будем теоретиками, а будем что-то делать. У вас есть какая-то оппозиция, да? Вот вы ее доносите до людей так, чтобы это было доступно. Вот мне ваша точка зрения сейчас недоступна, я не понимаю ее. Вы мне говорите, ну, что нами управляют ОООшки, и что дальше? Что это меняет? С вашей точки зрения, правительство Российской Федерации, президент, дума, суды, там, полиция, прокуратура, ФСБ, там, Росгвардии и так далее, это все ОООшки. Ну и что дальше? Ну да, пускай будут это ОООшки. Суть-то дела в чем? Суть в том, что мы живем в коммерческом государстве, созданном по конвенции Монтавидео. Ну да, мы живем, да. Вы знаете, в курсе, да, об этом. Смотрите, да мне не надо даже знать вот эти нормативные документы, на которые вы ссылаетесь, я это вижу, это очевидно. Я выхожу на улицу, я понимаю, что у нас рыночные отношения, так сказать, есть бабки, значит, будет у тебя благо, там, услуга и тому подобное. Нету, значит, не будет. Ну так мир устроен, понимаете? Ну нет у нас такого, что пришел в магазин, вам что-то бесплатно дали, либо пришел еще куда-то. Даже вот эти госорганы, так называемые, которые ты приходишь, даже там на тебя смотрят, как на кошелек с ушками. Несмотря на то, что я им плачу бабки опосредовательно, через налоги и тому подобное. И мало этого, они ищут способ, как получать взятки, крышевать бизнесы, преступную деятельность и тому подобное. Я с этим сталкиваюсь, я не слепой. Мне не нужно вот это документально как-то подтверждать. Я живу в реальности. Ну все бабки, которые мы платим вот этим вот а-ля госорганам, все эти бабки куда уходят? Все эти бабки уходят на иностранные счета. И допустим, что касается ЖКХ, мы всей страной спонсируем сейчас на войну на Украине. Это, конечно, отступление, но это к тому, что куда бабки уходят и почему люди коррупционеры. Та же самая полиция, почему она переименовалась из милиции в полицию? Потому что это орган, не который защищает народ, а который защищает власть. Ну а кого она должна защищать? Власть им бабки платит. Власть. Вы говорите, все деньги ушли. Да не все деньги ушли. Власти нужно содержать вот эту армаду тех людей, которые их обслуживают. Сотрудников полиции, прокуратуры, чиновников, бюджетников. Их нужно содержать. Естественно, это не из кармана их идет, а из нашего кармана, из налогов. Понятно, какие-то бабки уходят им лично в карман, там где-то за границу, где-то еще как-то. Но в любом случае они содержат тех, кто их охраняет. Их охраняет, они деньги платят. Кто платит, тот и заказывают девушку, понимаете. Танцуют с ней и тому подобное. Чудес не бывает. Потому что сотруднику полиции очень трудно объяснить, что это я ему плачу деньги. Потому что он каждый месяц приходит на кассу, да, и получает зарплату. Или там на карточку ему капает. Не от меня капает, а от структуры, где он работает. Поэтому он воспринимает, что бабки ему платят именно власть, а не мы с вами. Единственное, что вы можете делать, это тупо не платить налоги. Вот и все. Пока законодательство, если это позволяет делать, ну, соответственно, вам ничего не будет. Будет более жесткие репрессерные меры, соответственно, вас заставят, посадят и тому подобное. Ну, мы к этому идем. Скорее всего, мы к этому уже давно пришли. Вы не видели такой ролик, где полицейский фотографирует штрих-код на своем удостоверении, и он делает отсылку на юридическую черму, находящуюся в США? Ой, смотрите, вы всю информацию, которую получаете из интернета, там еще где-то, но вы ее фильтруйте, пожалуйста, фильтруйте. Вот это говно, вот эта вот пропаганда, она идет со всех сторон, понимаете? Не всему нужно верить, все нужно перепроверять. Хорошо, ладно. У вас есть по-любому квитанция ЖКХ, и на квитанции есть два штрих-кода. Один штрих-код к QR-кодам идет, а один идет штрих-кодам обычным. И на этом через тот, который идет к QR-кодам, там я по нему не лазил, но если в него заглянуть, посмотреть и найти выгодополучателя, он тоже находится где-то за границей. А на штрих-коде, который вот этот штрих-код является, там по белому написано, что он начинает на дворечку, а это в США, Канада. И там тоже, если пройтись по нему, тоже можно увидеть выгодополучателя. Я, конечно, далеко немножко ушел. Очень далеко ушли. Очень далеко. Позвольте, я как в шахматах зайду другой фигурой. Давайте. Вот у нас, допустим, взят мировой суд. В суде сидит судья. А эта судья является ли судьей? Ее назначили. Не является ли она бухгалтером? По ее трудовой книжке, по ее записи в трудовой книжке, не является ли она бухгалтером? Я не смотрел книжку мирового судьи. Вы смотрели книжку мирового судьи? Ну, я вот был недавно с судьей, разговаривал. Она мне ответила, что для меня такая информация недоступна. Она работает на областную думу. Что ее руководитель, областная дума, как это? Руководитель, да. Она работает на областную думу. Областная дума где зарегистрирована? Ну, почему опять-то? Потому что, пожалуйста, услышьте меня. Послушайте, Дмитрий, я вам задаю простые вопросы. Очень простые вопросы. Я говорю, вы видели трудовую книжку? Вы начинаете какое-то вот словоблудие. А вот это, вот это, вот это. Да простые вопросы задаю, на которые ответ дается согласно заданному вопросу. Так и говорите. Я не видел трудовую книжку, поэтому на эту тему говорить не могу. Я не знаю, кто назначает... Нет, я вам так и сказал, что я не видел эту книжку, потому что я недавно был в суде, и задал такой вопрос. А она говорит, что это не в мотиве. Да какая разница, кто что говорит? Да вы поймите, что не надо жить чужими мозгами и слушать, кто что говорит. У нас много кто что говорит. Вам и судья, и там кто угодно не обязан ничего говорить, в том числе правду. Я знаю, что судьи районных судов назначают указом президента. Это открытая информация, вы можете посмотреть. Мировых судей назначают на местном, региональном уровне, насколько мне известно. Областная дума. Да. Все. Ну все. Вы знаете, судья он не судья. Смотрим документы. Если судья назначена, вот документы есть, все. У нее есть полномочия. Понимаете? Она сидит в своем кабинете, в здании суда, о котором все известно. Кажется, что вы когда туда приходите, требуете удостоверения от судьи, но вы ведете себя глупо, потому что полномочия могут явствовать из обстановки. Это тоже в гражданском кодексе прописано. Статья 182 гражданского кодекса. Подсчитайте. Не обязательно показывать доверенность, требовать у сотрудника полиции доверенности и тому подобное. Не нужно этого делать. Это вас ставит в ситуацию, что вы глупые. Вы глупые. Не должен сотрудник полиции, их тысячи у нас, десятки тысяч по стране, таскать с собой какую-то доверенность. Ну не должно этого быть. И вы уперлись в эти печати, в эти доверенности, там еще во что-то. Ну вам недостаточно, что он в погонах, у него пистолет при себе, явно простой человек пистолет носить не будет. Понимаете? И да, у него есть удостоверение. Многих даже уже сотрудников полиции в лицо знаем. И каждый раз у него спрашивать удостоверение, он это или не он. Ну это по дурачка играть. Просто. Я вам указываю все в деталях. Ну в каких деталях? Есть очевидные вещи. Если судья сидит, выносит завидомо незаконное решение. Вот это вот интересно. Пытаюсь до вас просто донести очевидные вещи, куда нужно тратить усилия. Надо тратить усилия, чтобы сотрудники полиции, судьи, чтобы они работали, служили по закону. Понимаете? Чтобы они выносили законные решения. Вот в этом направлении нужно работать. А не в том, что любой судья, который там находится, он априори не имеет там каких-то полномочий и тому подобное. Ну и что? Сейчас мы всех обнулим. И что дальше? Как жизнь дальше будет происходить? Не могу вам ответить на этот вопрос. Это достаточно сложный. Ну потому что бардак будет. Позвольте, я зайду. Другой фигурой. У меня еще фигура есть. Вы слышали про форму П-1 и получение паспорта? Ну опять вы... Не знаю. Я не вникаю в эти вещи. Хотите, расскажите мне про форму П-1, П-10. Какая разница, какая форма? Если мне паспорт нужно поменять, я прихожу, заполняю нужные какие-то бланки и получаю паспорт и ухожу. Все. Какие вопросы? П-1, П-2. То, что мы признаем себя неизвеспособными, и передаем свои права в пользу государства. Есть такой момент, что мы передаем, допустим, там, когда... Не помню, как это называется. Сейчас, секундочку. Запамятовал. Мы передаем свои... Блин, как же это называется? В больничку ты приходишь и выполняешь... Да я понял, о чем вы говорите. Я понимаю вашу вот эту версию. Обработка лишней информации. Обработка лично персональных данных. Зачем это делать? Обработка персональных данных делается вот на основании форма АТП-1, что нами мы передаем свои права в частичную пользу государства, признаем себя неизвеспособными. И все, что с нами происходит, это сделано на основе этого. И чтобы как бы... И мы тут между собой постоянно ссоримся. Ссоримся, ссоримся. Полиция, там, госорганы, не госорганы. И самое главное, что посеян хаос внутри страны. Чтобы люди друг друга сами себя наказывали. И те же самые судьи, они не понимают... Судьи, полиции, там, полиция составляет штрафы. И они все это делают. Составляют штрафы. И они работают... Они же самозанятые. И все эти штрафы уходят. Уходят, просто уходят из страны. И все. А между нами идет война. Война без войны. Вы себя иногда просто послушаете. Я не знаю, может быть, вы не слышите, что вы говорите. Я не понимаю, что происходит. Вы просто меня не слышите и не хотите... Я вас очень хорошо слышу. Вы понимаете, я вашу вот эту философию слышал уже о тысяче людей. Я уже знаю, что это такое. Я знаю, о чем вы будете говорить. Я знаю, о чем вы говорите. Недиспособный, диспособный. Но вы, в принципе, находясь в обществе, находясь в какой-то стране, живя по определенным законам, вы уже чему-то подчиняетесь. Вы уже какие-то права кому-то делегировали. Вы уже отдали свою часть каких-то своих прав и тому подобное. И получили какие-то свои обязанности. Но это мир так устроен. Иначе никак. Иначе идите в лес и там живите сами с собой. Там точно вы никому не должны. Но это так мир устроен. У нас по законодательству недиспособный может признать только суд человека. И, соответственно, назначается ему человек, который будет с ним следить либо организация, органы опеки, попечительство, в психушку посадит и тому подобное. Если человек в реальности недиспособный, в том понимании, о котором вы говорите. Форму П какую-то там подписал тот, а тот, и ты потерял свою дееспособность. Да это неправда. Это ваше заблуждение на эту тему. Вы получили паспорт. Вы взяли на себя права и обязанности гражданина по Конституции. Потому что вы признаете себя гражданином данной страны. Вы не просто человек. Как знаете, вот у нас есть понятие гражданин, понятие человек и тому подобное. Есть человек без гражданства. Получая паспорт, вы берете на себя определенные права и обязанности исполнять законы Российской Федерации. Но, если вы не возьмете гражданство российское или будете гражданином другой страны, это не означает, что вы не должны исполнять законы той стране, в которой вы находитесь. Ну и, в общем, вот эта форма П-1, она и является краеугольным камнем в нашей респределенте. Не это является краеугольным камнем. Является краеугольным камнем вот это вот слабоумие людское, которое вокруг нас находится, понимаете? И это слабоумие я увидел своими глазами. Когда вот это вот быдло население, скотонаселение надело себе на головы намордники и ходило, понимаете? Кололо в себя всякую херню, а сейчас кое-чем еще занимается, о чем вы прекрасно знаете. Вот это, понимаете, вот это показатель. А форма П-1, там еще что-то, это херня, понимаете? Это собачья херня для отвлечения людей. И вы сейчас этим занимаетесь, вы сейчас этим занимаетесь. Вы вместо того, чтобы людям нормально показывать то, что происходит у нас в стране, вы занимаетесь каким-то крюкотворчеством, бумагоморательством, какой-то херней. Я вам прямо говорю, вы занимаетесь херней. И сами пытаетесь лезть и изучать непонятно что. Ну вот я вам бы позвонил, на самом деле, из-за бумага маратиста. В ваших роликах указано, что вам не способствуют сотрудники полиции. И они не способствуют, потому что нам можно написать все, что угодно, потому что им дается такое указание. И все это произошло из-за того, что мы подписали форму П-1. Да не из-за этого это произошло. Ну хватит уже заниматься подменой понятий. Да не имеет это никакого отношения. Причем здесь форма П-1. Ну лечиться надо. Я вам прямым текстом говорю, идите лечитесь. Причем здесь форма П-1. Да мне не надо разбираться. Я вижу, почему у нас бардак происходит. Если я вижу мудака полицейского, понимаете, который превышает свои полномочия, это не форма П-1, виновата. Это вот этот мудак полицейский. Я позвонил не чтобы с вами спорить, а чтобы союзничать с вами. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Так а в чем союзничать? Вы мне скажите, предложите, в чем союз. Если вы там предложите что-то реальное, я соглашусь. Сразу вам говорю, я соглашусь, если это будет польза. А если это будет просто так теории потолкать? Ну вы когда шахматы начинаете играть, вы изучаете правила. И для того, чтобы я вам сейчас, я вам говорю, на какие ключевые моменты обратить внимание. А вы мне говорите, что я не туда смотрю. Все правильно я говорю, да. И вот, и вы подтверждаете. И вы отрицаете. Отрицая тот факт, вы как бы не будете рассматривать те материалы, про которые я вам говорю. Вопрос у меня. Я не буду больше задерживать ваше время и свое, потому что я теряю. Я слышу, что у нас нет конструктивного диалога. В принципе, я не рассчитывал особо на него. Вот. У меня к вам вопрос последний. Вот у нас у всех есть паспорта вот этой Российской Федерации. Почему фамилия, имя, отчество написано заглавными буквами, полностью капсбоком? Хотя мы знаем, что по правилам русского языка у нас фамилия, имя, отчество должно быть заглавной буквой. Это вот то, что вас сейчас больше всего волнует, правильно? И это я хотел сказать, что все, что я вам сказал, это является пазлами. Пазлами к тому, что я вам пытаюсь донести, и то, что вы отрицаете. Я хотел сказать, что своей речью, я хотел сказать, что если вы немножко подберете эти пазлы, то вам будет проще общаться с органами. С какими органами, с кем проще общаться? Если я буду говорить то, что вы сейчас мне говорите, то, что я сейчас слушаю, я буду дебилом, конченым дебилом, понимаете? Я буду позорить и себя, и тех людей, которые видят то, что я делаю, и поддерживают это, понимаете? А складывать пазлы, блядь, из печати не того диаметра, там формы P1, и то, что вы сейчас тут сказали, вот это бред, просто бред, понимаете? Вы уходите в такие дебри, вы занимаетесь вообще непонятно чем. Очковтирательством. Очковтирательством, да, херней занимаетесь, подменой вообще. Уводите людей вообще в какие-то дебри, в какие-то леса, в какую-то херню, чем-то заниматься, даете им лопату, там бумаги, нате копайте, там гребите, изучайте, там все. Не этим нужно заниматься. Выйдите на улицу, посмотрите, что происходит. Просто посмотрите. Вы знаете, мне очень странна ваша позиция, что мы бы могли бы с вами как бы конструктивно поговорить, а вы постоянно, я вам что-то говорю, а вы прямо вот с наездом на меня... Я вам это специально делаю, Дмитрий, я это делаю специально. Почему? Потому что, чтобы вы не тянули меня в ваш этот блуд этот, я не хочу туда даже идти, не хочу. Если вы хотите со мной конструктивно о чем-то говорить, конструктивные темы предлагайте. Допустим, вот давайте сделаем то-то, то-то и то-то. А рассказывать мне вашу теорию, мне не интересно это. Я это уже тысячу раз слушал, и я еще раз повторяюсь. И от разных людей, и разные теории, и все это я слышал. Не интересно мне это. У меня есть свое мнение, и мне навязывать чужое мнение не нужно. Предлагайте конкретику, что вы хотите, без попытки меня в чем-то убедить. А вы записываете сейчас разговор? Да, записываю. А вот то, что я вам сейчас задам вопрос, можно между нами лично? Вы можете его сейчас записать, но между нами лично, не выставляя его на общественный этот самый. Я хотел сказать, что мне очень до глубины души прямо, я даже не знаю, как это, обидно, не обидно. Но мне не обидно, мне не ясно, почему вы отрицаете, и я хотел сказать, что такое поведение очень связано с какими-то происшествиями, которые были в вашей жизни, они связаны с родителями. Вы уже в психологи записались, ну прекрасно. Нет, я духовник на самом деле. Духовник. Да, вам, Дмитрий, нужно пройти обследование, да, еще, может быть, таблеточек попить, понимаете? А еще, возможно, почитать соответствующую литературу на эту тему, чтобы не брать на себя те функции, которые вы просто не тянете, да, чтобы давать анализ кому-то, юриспруденцию тут кого-то обучать, психологии и тому подобное. Займитесь чем-то одним, конкретным, и делайте это качественно. Не распыляйтесь на все вот это. Вот вы мне задаете, юрист, я не юрист, мне даже не надо этот вопрос задавать, а я вам его не задаю, потому что я знаю, что вы не юрист. Потому что мне достаточно того, что я уже пообщался с вами. Я знаю, что у вас уровень знаний на нуле. Вы начитались вот этих верхушечек, скорее всего, наслушались вот этой пропаганды вашей местной, вот этих сект. И теперь пытаетесь искать соратников, так сказать, развивать свою вот эту секту, чтобы, так сказать, вместе там чем-то заниматься, там, в чатах и тому подобное. Опять же повторяюсь, медали себе раздавать, там, должности назначать и тому подобное. Чтобы жить в неком обществе, в котором вы будете получать удовлетворение, чувствовать себя полноценными. Потому что в реальной жизни вы не полноценны, понимаете? Прямым текстом это говорю. Но это не означает, что там, у меня, может быть, там какие-то в детстве травмы. Да я абсолютно нормальный человек. У меня все хорошо. И в детстве у меня были хорошие, нормальные, скажем так, отношения с моими одноклассниками, там, в детском садике и тому подобное. Я обычный человек. Вот как раз потому, что я обычный человек, мне удивляет вот это баронабесие, которое происходит в стране. Знаете, что удивляет? Я вам сказал, посмотрите ролик, и у нас начался разговор с того, что вы сказали, говно, туды-сюды, смотреть не буду. Как вы можете судить о том, чего вы даже не досмотрели до конца? Ведь, по большому счету, именно тогда я уже мог с вами прекратить какой-либо разговор. Потому что я вам несколько раз сказал, вы сначала изучите, внимательно послушайте. Возможно, если вы с первого раза не поймете, вам нужно переслушать несколько раз ролик. И только после этого со мной попытаться о чем-то поговорить. Вы же считаете себя очень умным человеком, умнее всех остальных. Вы даже, не дослушав, не досмотрев и тому подобное, звоните мне и начинаете меня учить. Да я вас не учу, на самом деле. А что это? Я хотел вам пройтись по статьям. У него там нет ничего конкретики какой-то по статьям. А я хотел вам просто по законодательству проговорить. Ну а смысл? Вот смотрите, я всегда человеку задаю один простой вопрос. Вот если вы что-то делаете, если вы что-то хотите, цель, что в итоге вы хотите? Вот вы позвонили мне, рассказали определенные статьи, я вас послушал. Цель этого всего какая должна быть? Получить личное самовлюдотворение, что вы мне там что-то сказали, вы говорили, я вас поддержал, так сказать, ваше эго погладил. Или что, цель какая у вас? Либо вы хотите от меня какую-то помощь? Я на самом деле наш разговор начал с того, что у вас не получается там взаимодействовать с полицией. Я хотел обратить внимание, что есть определенные формы написания документов, и эти формы везде есть регламент. Дмитрий, хорошо, я понял. А вы постоянно мне грузите свои информации и считаете, что вы правы? Нет, нет, я не прав. Я в том-то дело говорю, что у меня своя правда, у вас своя правда. Вы мне скажите... А истина одна на всех. Нет, истины нету, и это заблуждение не бывает такое. Вы в сказки верите. Вот, Дмитрий, у меня такой вот простой вопрос. С чего вы решили, что я не могу там взаимодействовать с сотрудниками полиции и тому подобное? Да вы взаимодействуете, вы взаимодействуете, просто там нету никаких малых результатов. С чего вы решили это? Я вам задаю еще раз вопрос. Откуда у вас взято такое мнение? Мой результат в тысячу раз лучше, чем ваш результат. Я закончил с этим, спорить не буду. И люди ко мне обращаются именно после того, как они прошли все, и нигде ничего не получились. Обращаются ко мне, и только уже со мной они получают тот или иной результат. Потому что я действую другими способами. Способами не вот этими бумажными, которые вы делаете, да? А другими способами. И вы эти способы видите на канале YouTube. А вы действуете в рамках той системы, которая вам предлагается. А есть еще и другие варианты. Есть, вам предлагаются два варианта. А есть третий вариант, который не рассматривается. Я действую в том варианте, который, на мой взгляд, продуктивный, эффективный и работает. И который я умею делать. Я умею брать и бросать говно на вентилятор. Я умею это делать, понимаете? У меня очень простой инструмент. Я показываю дебилизм, который происходит. И тот, кто совершает этот дебилизм, он начинает сильно волноваться по этому поводу. Потому что этот дебилизм видят очень много людей. В том числе и вышестоящее руководство. И это лучший инструмент, чем написать какое-то заявление, которое выбросят в мусорное ведро и даже отвечать на него не будут. Потому что плевали они на вас, на меня и на всех остальных. А после того, как я покажу эту гниду, которая выбросила бумажку, не ответила на всю страну, он будет бояться. Вот я вчера был на приеме в РИО начальника отдела полиции номер 3. Я выложу ролик, посмотрите, как он с нами разговаривал. Все, он уже знает на примере, что со мной разговаривать нельзя, как себя позволял разговаривать Чухарев, начальник этого отдела полиции. Ничего он мне не запрещал, ни видеосъемку, ничего. А это почему? Потому что я показал, как нужно себя вести этим сотрудникам полиции. Я согласен, вы делали замечательные ролики, у вас замечательный боевой настрой, но я хотел не спорить с вами, а немножечко фазов добавить, которые бы сделали бы вашу информацию еще более ценной и более сильной бы. А личность разговора происходила на том, что вы спорите, переубеждаете меня и убеждаете меня в том, что я не деспособный. Это вы так восприняли, я не об этом говорил. Я просто очень эмоционально, красочно подношу, для того, чтобы человек как можно быстрее понял мою точку зрения и не пытался по одному кругу одно и то же повторять. Но у нас все равно так или иначе это происходит, даже несмотря на то, что я достаточно грубо вам об этом говорю. Я признатель вам, что вы уделили мне время. Я вам скину в ВКонтакте еще один фильм. Если вы посмотрите, то посмотрите. Посмотрите, пожалуйста, «Ликбез для рабов». Ну и все, я прощаюсь с вами. Рад был знакомству. Да, Дмитрий, было интересно пообщаться. Ну, я думаю, не будете вы возражать, если я вот этот наш разговор в ближайшее время смонтирую. Вы выкладываете, конечно, только там вот про общение с обычницей, когда начал переходить, про убеждения говорить, ну, в том моменте, выдержите, пожалуйста, его, что это лишнее, не стоит этого. Но я бы на самом деле с вами с удовольствием бы поговорил бы, покопал бы эту тему, потому что лишнее убеждение строится из определенного уклада в детстве, который был между родителями. А вы пытались принизить мое мнение, сказав, что я не кем занимаюсь, не туда лезу, распиляюсь. Дмитрий, вы меня неправильно поняли. Ни в коем случае я не пытался принизить ваше мнение. Ваше мнение – это только ваше мнение. Единственное, я включал защитную реакцию, что ваше мнение не надо мне всовывать в глотку, понимаете? Не надо мне кормить вашими мнениями. Я вам отразил зеркально то же самое, что делали вы, но более мягко. Я вам сделал это более грубо, потому что иначе вас просто не сбить. Я уважаю ваше мнение. Ни в коем случае я не пытаюсь вас в чем-то переубедить. Но и в ответ требуют то же самого. Чтобы меня никто не пытался в чем-то убеждать. Причем это делать насильно. Потому что насилие может быть и грубым, и может быть мягким. Вы замечательный человек. Великолепный человек. Но мне вот интересный факт. Почему вы отрицаете? Отрицаете очевидно. Вы туда не залезали, не смотрите, не изучали. Да, я понимаю, что полно идиотов всяких разных, полно всяких чатов выстроено, но... Полно там всякой глупости. Но люди пытаются что-то сделать для того, чтобы мы все стали счастливее и сильнее на нашей земле. Вот смотрите, давайте я вам приведу один маленький пример. Вот вы говорите про людей. Вот у меня были ролики, есть ролики о том, как я выявляю просрочку, там наказываю магазины за продажу просрочку. Так вот, вот эти люди, так называемые люди, которые там тоже в чем-то борются, хотят что-то изменить. Вот они мне звонят и говорят, Владимир Владимирович, вот в таком-то магазине очень много просрочки. Придите, пожалуйста, там туда-то, туда-то накажите, там тому подобное. Понимаете, возникает мысль, очевидная мысль, а ты кто такой? Ты вообще, ты вообще что-то умеешь делать? Ты вообще можешь палец из жопы достать, открыть рот и сделать замечание, сделать то же самое, что тебе в качестве инструкции в моих видеороликах показано? Не звать меня Владимира Владимировича, который должен, блядь, мгновенно посетить все магазины города Мурманская, а еще лучше звонят из других регионов, ой, жалко, что вас у нас нету и тому подобное. Вы-то что-нибудь можете делать, конкретно вы, каждый отдельно стоящий человек? Ну вы видите какое-то нарушение? Ну хватит ссать уже под себя. Сделайте это, делайте уже что-то. В этом и смысл, что люди боятся, люди запуганы очень. Да чем они запуганы? Чем? Чем? Это просто вы смелый человек на самом деле. Да не в смелости дело, ну в нормальном, нормальном, понимаете, ну как можно унижаться там, не знаю, перед кем-то там еще? Да мне проще ебало набить, понимаете, кассирши, просто ради того, что она пытается меня унизить. Да я никогда не одену то дерьмо, которое вот эти все стояли, быки, жлобы, которые мне угрожали там обычно как из комментариев и тому подобное. Потому что в жизни они боятся со мной даже встретиться, потому что они трусы. Им проще надеть трусы на голову. Стоит амбал накачанный, перекачанный, блядь, в два раза выше меня и здоровее меня. И он, сука, сыт под себя, потому что ему кассирша сказала о том, что вот одень намордник, а то тебя штрафуют. И он пытается оправдывать, что вот если я сейчас не одену, то там то-то, 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 накажут кассиршу, понимаете. Вот он пытается свою слабость, трусость оправдать то, что накажут кассиршу. Я об этом говорю, что люди... Это демократия. Последствия, вернее, в одинократии. Да, это последствия вот этого воспитания, вот этих мужиков так называемых, которых воспитывают в основном женщины в семьях без мужчины. Это последствия наркомании, последствия алкоголизма, курения и тому подобное. Это вот эта вот дебилизация страны, которая произошла уже давно, понимаете. Вот это последствия. Это последствия молодушия вот этого человеческого, вот этого, я не знаю, что... Сейчас иногда у баб больше яиц, чем у мужиков, которые вокруг нас ходят. А почему? Потому что, я еще раз говорю, воспитание такое, потому что вот так... А почему такое воспитание? Потому что время в одинократии вот кончилось буквально сейчас. Хорошо, давайте, Дмитрий, как бы на этом немножко закончим наше обсуждение. Если у вас будет интерес, в принципе, я вижу, вы человек адекватный, можете спокойно разговаривать, не вестись там на какую-то моей стороны провокацию и эмоциональные выплески. Мы можем с вами даже чат провести и, скажем так, обсудить какую-то тему. Ну, в более спокойной манере, то есть я уже буду с вами соответствующим образом разговаривать, более спокойно и тому подобное. Признательно вам за это. Ну, если хотите, я говорю, я могу с вами, ну, не на этих выходных, а уже на следующих выходных обсудить какую-то тему. В ВКонтакте спишемся, обозначим какую-то тему. Вы расскажете свою точку зрения про какую-то там форму P1 или еще что-то. Ну, как говорится, вы подготовитесь и уже четко выложите эту мысль. Соответственно, я уже четко выложу свою мысль. Я вам, я четко мысляю, на самом деле будет очень долго, и я вам трошу ВКонтакте путем роликов. Хорошо? Я постараюсь, чтобы эти ролики были без муки всякой. Ну, посмотрите, я вам скину без для рабов, а вы посмотрите его, и после этого уже как бы, да, так, да, нет, так, нет. Хорошо, хорошо. До свидания.